Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами вновь Бизнес Завтрак и Роман Бусенко в студии Радио Медиаметр. Сегодня прекрасное настроение, среда, и я уже улыбаюсь, потому что напротив меня сидит замечательный человек Андрей Нянчук, режиссер театра и кино, и еще и сегодня совсем с новой профессией, можно так сказать, тренер, бизнес-тренер, как это называется сейчас, вот более правильно. Наставник в области невербальных коммуникаций. Вот так, скорее всего. Наставник в области невербальных коммуникаций, и сегодня мы будем говорить именно об этом. Доброе утро. Доброе утро. Огромное тебе спасибо за то, что согласился прийти и рассказать, и ты знаешь, мне многие спрашивают, слушай, о чем ты все время про менеджмент говоришь, про управление, а ты сегодня будешь говорить про какой-то язык тела. Вообще, как это все связано и почему? Может быть, ты мне расскажешь, почему все-таки это, вернее, так? У нас, для того, чтобы было всем понятно, потому что, когда я говорю, что я занимаюсь невербаликой, все задают вопрос, а что это? Больше известно, что такое профайлер. Профайлер. А что это, кстати? Ну, это почти то же самое, потому что это чтение человека на расстоянии бесконтактное. Ну, то есть, полиграф – это контактная проверка человека на правду и ложь. Ага. То есть, ты, получается, смотришь на человека, и обладая вот этими технологиями и знаниями, навыками, ты можешь примерно понять, говорит он тебе, соответствует ли то, что он говорит, действительности. Да. Вот. Ну, и невербалик – это часть языка, который читается. Ага. То есть, если перевести на русский язык, это значит, если человек напротив тебя профайлер, обладая этими навыками, ты можешь сделать так, что он тебе поверит, даже если ты… Нет, он читает. Он не манипулирует, он читает. Как раз я, вот это то, что человек, который по другую сторону прилавка или баррикады, потому что на просьбу Пол Экмана «обмани меня», я выполняю эту просьбу, я учусь. Я учу людей обманывать, ну, грубо говоря. На самом деле, заниматься не другим человеком, а собой. Конечно, занимаясь собой, ты волей-неволей начнешь считать и других. И я иногда по приглашению занимаюсь чтением других людей. Но моя основная профессия режиссёр, я занимаюсь выразительностью личности, потому что… Это что ты хотел сказать? Нет, 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 я просто хочу, чтобы ты продолжил, я придумал вопрос. А, ну, дело в том, что проблема же заключается в том, что мы, когда разговариваем, мы представляем одни образы и пытаемся их донести до нашего собеседника, а у собеседника складывается совершенно иная картинка в голове, потому что если, например, я скажу «стол», то нет ни одного человека, у которого бы стол был похож на тот стол, который… Ну да, это факт, это факт. И поэтому, когда мы рассказываем что-то, в голове нашего собеседника складывается не совсем та картинка, которую бы мы хотели, чтобы она складывалась. Поэтому необходимо пользоваться невербальным языком, потому что он основной наш язык. Мы большой, гладкий стол там. Да, то есть описывая эмоционально, пластически, мимически, тонально. Вот это вот и есть невербалика. С помощью этого мы передаём все основные сигналы. У нас же как происходит? Мы вкладываем огромное количество усилий для того, чтобы достучаться до человека, выстраиваем логику повествования, подбираем специальные слова и потом удивляемся, почему нас не поняли. А потому что в это время тело наше кричало совершенно о другом. То есть вот, ты знаешь, я совсем недавно готовился к одному важному для себя выступлению и нашёл кучу всяких книг, о ТЭД, как правильно сделать презентацию, всё остальное. Там как бы затрагивали эту сторону, но я здесь шёл по наитию. То есть если бы у меня ещё помимо моего полного текста, расстановки, где я должен быть, в какой момент слайда там на сцене, близко к людям, ещё бы добавилась ещё картина моего языка тела, то попадание было бы наиболее 100%. Конечно. Потому что, естественно, вот, например, ни один иностранный спикер не выходит неподготовленным. Это кажется такая лёгкость, непринуждённость в его докладе. То есть там часы и часы тренировок. На самом деле часы и тренировок. Он совершенно верно сначала создаёт теоретический конспект, ну, с, господи, с этими стезисами всевозможными, а потом нарабатывает интонацию, пластику, посыл, подтекст, второй план. Это всё сверху. И потом это отрабатывается. И тогда, когда он достигает свободы в этом певцаме, он выходит на площадку и начинает… Слушай, а певцы так же работают, наверное, да? Передать песню эмоционально необходимо так же? Вообще не только певцы, любые артисты. Чем лучше артист, тем больше подготовительная работа у него, потому что есть хорошее выражение, хороша та импровизация, которая хорошо подготовлена. Нет ничего более спонтанного, чем выученный текст. Андрей, два слова буквально о тебе, как ты попал вообще, оказался в этой профессии, почему, знаешь, как говорится, на каком основании ты берёшь и людей учишь? Много-много лет назад, когда был совсем даже не молодым человеком, а маленьким мальчиком, как все дети, мы были крайне выразительны, все без исключения дети выразительны. Они манипулируют взрослыми, проверяют их на слабости и говорят как можно дольше пластически, нежели словами. И так получилось, что я немножко подзадержался в пластической своей выразительности, и люди стали на это обращать внимание, что он какой-то эмоциональный, какой-то выразительный. И мне кто-то предложил в артисты пойти. Не знаю, с чьей лёгкой руки, я стал интересоваться этим делом, попал в школу пластической драмы, я стал заниматься пантомимой. Пантомимой и современным танцем, в тот момент это такой полународный танец. В общем, закончив это первое учреждение, я попал уже в профессиональное учреждение как актёр, ну я имею в виду театральный вуз. В учреждение актёра я пошёл в режиссёры, и пошло, поехало дальше. Мне повезло тем, что я застал тот период, когда были фантастические мастера по сцен движению, по пластике, по ритмике, по речи. Ну, с речью у меня были единственные, что они не лады, потому что я больше уделял внимание пластическому языку, нежели речевому аппарату. Хотя голосом занимался долго. И вот, занимаясь рисунком пластическим всю практически свою жизнь, я столкнулся с тем, что это проблема у профессиональных актёров. Большинство нынешних выпускников, они недоучены, и придя в профессию, не собираются доучиваться. Нет самомотивации. Да, и каждому режиссёру приходится нанимать либо педагога по пластике, либо же хореографа, который начинает заниматься пластическим рисунком. Я стал придумывать инструменты, каким образом мне… Довести. Да. Домашний. И случайно начал заниматься с людьми далёкими от актёрской профессии, то есть бизнесменами. И вдруг понял, что гораздо интереснее заниматься с этими людьми, там результат быстрее, интереснее, ярче. Потому что они готовы меняться, и готовы меняться быстро. Быстро. И вот тут-то стало интересно, потому что у нас двойной интерес. Я не учу, я пробуждаю природу, возвращаю людей к их изначальному То есть это всё в нас есть. Да. Чуть-чуть нужно выдернуть, и потом… Вот когда есть куча узлов, которые завязаны на один узел, этот узел развязываешь, и все уже дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг пошли. Ну, единственное, что дальше уже время. Так вот, я людям помогаю вернуться к их природному состоянию, а они мне помогают, люди, с которыми я занимаюсь, набирать характеры. А-а-а. Взаимный интерес, потому что мы общаемся очень мало в среде, в такой бытовой. А здесь у меня есть возможность абсолютно разных типов людей, с ними встретившись, поразбирать и понять. То есть это помогает тебе твоей режиссёрской профессии? Да, моей основной профессии. Но за это я плачу до открытия именно природной пластики. Окей. Андрей, так как мы с тобой предварительно говорили о том, что хотелось бы, чтобы люди, слушающие и смотрящие нашу программу по всей стране нашей, независимо от большого города, от маленького, где-то, ну, в Москве, например, можно тебе позвонить, а в маленькой, ну, не все могут дозвониться, или, например, просто даже кто-то, может, постесняется. Но что-то мог бы для себя сегодня из нашей передачи унести, некий такие, знаешь, практические инструменты. И я вот, пока ты говорил, мне пришли следующие ассоциации. Вот что такое режиссёр? По большому счёту, вот если перекладываем на бизнес среду, режиссёр – это, по сути, директор компании или менеджер, менеджер какого-то управления. Группы. Группы, да. Группы людей, которые работают на каким-то тем или ным проектом. Да, группы людей, которые менеджер точно знает, как должно быть, то есть как они должны себя вести, что они должны делать и так далее, и так далее. Только если у тебя здесь инструмент камера-мотор, да, а у него здесь инструмент – результат, ну, то есть как бы финансовый. Это первое. Второе. Получается, для менеджера, для этого очень важный инструмент – это его, как сказать, оральные коммуникации. Не оральные, в смысле крик, потому что орут постоянно, кстати, к сожалению. Почему люди, кстати, вот тоже орут? Это вот просто отметим потом себе. Это бессилие сразу, что 100%. То есть человек не может достучаться, не может объяснить толком, и он начинает кричать, чтобы наскочить сверху. Это всегда проблема того, кто говорит, или человек реально не воспринимает его, не хочет слушать, не готов воспринимать. То есть огромное количество приёмов для того, чтобы заставить человека слушать. Окей, хорошо, поговорим об этом. И тогда, получается, если они бедненькие, орут на своих подчинённых. И ты знаешь, я, кстати, тоже говорю часто об этом, говорю, когда встречаюсь с людьми, занимаюсь с ними в карьерном коучинге, вот они говорят, знаете, у меня проблема, на меня руководитель кричит. Я говорю, хорошо, ну будем как-то решать. Вот у меня теперь добавят инструменты. Кстати, я хочу сказать, что кричать можно не голосом, кричать можно телом. О, класс. И второе, получать… И гораздо эффективнее это. Да, и второе, для руководителя всегда важно наполнение своей команды новыми людьми, т.е. как бы подбор. А когда подбор, ты проводишь собеседование. И вот здесь, наверное, вот эти навыки, которые ты можешь нам сегодня рассказать, они будут очень полезны. Поэтому предлагаю вот так трансформировать твое, как бы представь, что мы с тобой играем сейчас в бизнес-среду, где ты, по сути, руководитель, и вот обладая вот этими компетенциями, расскажи и научи нас, как там быть эффективными руководителями, умея использовать язык тела. Ну, а тут интересная штука по поводу чтения того, кто приходит на… Собеседование. Собеседование. Это как раз профайлинг, и здесь есть огромное количество в Москве тренеров, которые этим занимаются и вполне… Ну, хотя бы какие-то там 3-5 самых основных вещей, на которые нужно обратить внимание. Я сейчас попытаюсь зайти с другой стороны, потому что читать людей ты скорее научишься, если начнёшь сам заниматься самим собой. Потому что преодолевая те комплексы, которые в тебе есть, и те зажимы, и те ошибки, которые ты совершаешь, ты начнёшь замечать это за другими, и начнёшь понимать, откуда они растут, откуда у них ноги. Так вот, необходимо это для… начнём с самого начала. Для чего это руководителю необходимо? Потому что он встречается с людьми, потому что он коммуницирует с огромным количеством работников или компаньонов, и он бы хотел, как любой нормальный человек, чтобы его правильно понимали и слышали. Супер. Но, как большинство наших граждан, мы находимся в состоянии ментального зажима. Когда я говорю о том, что наша компания должна быть свободной и позволить себе заходить за рамки какие-то, но при этом наше тело в состоянии зажима, вряд ли кто-нибудь откликнется на этот призыв. Мало того, большинство людей в нашей стране разговаривают, опустив глаза вниз, причём неважно от того, большой ты начальник или маленький, либо вверх, рассуждая, либо в сторону. Это проблема? Это большая проблема. Это основная проблема. То есть, надо смотреть в глаза? В обязательном порядке. Неважно, ты подчинённый или руководитель. Это за собой несёт несколько положительных сторон. Первое, когда ты смотришь в глаза, ощущение того, что ты проявляешь интерес к человеку, очень большой. И обратная реакция не замедлит сказаться, потому что состояние доверия, признательности тому, что ты смотришь в глаза, оно тут же… То есть, самый первый вариант, когда ты начинаешь общаться с подчинёнными, если ты руководитель, смотри ему в глаза для того, чтобы, по крайней мере, установить связь. Это самый простой и самый базовый принцип общения. Второе – это внимание, потому что, когда ты смотришь в глаза, ты волей-неволей будешь внимателен к человеку, и тем самым начнёшь замечать, что с ним происходит. Ну, что ему что-то не нравится, или наоборот нравится, что он на это реагирует, на что-то реагирует, а что-то наоборот откатывается. То есть, даже если ты не понимаешь ничего в языке тела, ну, если ты видишь, что человек сидит поёживается, скукожился весь, сжался, наверное, что-то не так. Ну, ты начал отключаться. То есть, надо просто, может, спросить у него об этом, да, или наоборот сидит расслаблен, а ты ему про серьёзные вещи, значит, ему до балды просто-напросто, да. То есть, внимание, когда ты смотришь на человека, у тебя волей-неволей проявляется внимание к этому человеку. Дальше поза, дальше само тело. Нет, скорее всего нет, до тела мы ещё остановимся на лице, потому что тут зависит всё ещё от угла носа. Это то, что я люблю всем рассказывать и показывать, что… Ну, например, что это, как это? Ну, вот, например, три точки вверх, три точки вниз, хотя их гораздо больше, но, например, упростим до минимум, если мы будем с тобой разговаривать на уровне нос в нос, то есть… Ну, как сейчас мы сидим, да? То это нормальный… Комфортный. Комфортный разговор. Только-только я подниму нос на одно деление вверх, и тут же ты почувствуешь, что я немножко заносчивый и не очень, как бы, такое доверительное у нас уже общение строится. Если я подниму ещё на полградуса вверх, то уже не будет со мной просто неприятно разговаривать, у тебя желание вообще… Учивительные вещи, вот ты поднял просто голову, я сразу чувствую изменение энергии в разговоре. Как это можно использовать для руководителя? Вот что этим можно показать сотруднику? Как раз именно то, что ты и какой посыл ты совершаешь, его можно усилить за счёт именно углоноса. Потому что если я сержусь, мне придётся опустить нос ниже. А, если ты сержишься ниже. Если я хочу проявить своё недоверие, я ещё больше опускаю нос. То есть, если человек сидит перед тобой, значит, он тебе не доверяет так вот серьёзно, да? Потому что у нас лобная доля выступает сразу же вперёд. Это как бы защита, да? У нас увеличивается, нет, это наезд, как бы… Нападение, а, да-да-да. Мы рога выставляем. Выковали раньше. Да-да-да-да. И у тебя надбровные дуги увеличиваются, нос уходит в защитную зону, подбородок защищает шею. То есть, ты полностью в защите. В акшёрской позе начинаешься быть. И всё, ты начинаешь нападать. А если ты начинаешь чрезмерно поднимать голову вверх, то ты начинаешь презирать и вообще летать над человеком. То есть, это простые вещи, которые человек должен для начала просто осознать. Конечно, потому что достаточно в этой ситуации голову склонить в сторону и появляется ощущение интереса. А, кстати, вот наклоны головы. Я, кстати, замечаю за собой, что я всё время слушаю человека, и у меня голова так раз наклоняется. А волей-волей, потому что ты внимательно слушаешь, и тебе интересно понять, что же… Я всё время раз в монитор туда, глазом под глаз, смотри, у меня голова такая, хоп, я раз обратно туда. Это есть проявление внимания, заинтересованности. Ты не принижаешь своё достоинство, не наскакиваешь на человека. Голову поворачиваешь, да? Да, ты проявляешь интерес не просто искусственно, а искренне. Искренне. Ага. Отлично. Что ещё? Дальше тело. Руки. Но я не говорю о глазах, потому что это глаза самые сложные. С чем… Ну, да. Единственное, что нужно смотреть в глаза. Да-да-да-да. Ничего, дальше не надо за тебе человек экспериментировать, потому что там много-много нюансов. А мы же говорим, что можно просто сделать. Да, просто хотят, да. Когда вы сидите, разговариваете с человеком, который старше вас по званию, выше по должности, и вы хотите проявить максимальную степень лояльности, не надо подвигаться близко к столу. Наоборот, да. Потому что вы входите в зону. В его зону личную. Это начинает раздражать. Не надо отстраняться. То есть, где-то должен быть какой-то вот этот баланс, да? Потому что вы волей-неволей захотите вступить в контакт, и тем самым вытащите руки вперёд. Но вам неудобно будет выкладывать их на стол, и вы их на краешек стола повесите. И будете сидеть, как курочка на нас есть. Показывая свою неуверенность. А вот какая должна быть поза, чтобы ты проявил лояльность? Я помню, в школьной суток учились. Мне мешает микрофон, я вам показал. Во-первых, вы должны сидеть к столу не дальше, чем кулак. Ага, то есть, надо ближе. Потому что это даёт вам возможность люфта. Вы можете отклоняться, наклоняться. У вас есть зона для движения. Дальше руки ваши должны на столе лежать. Вот сейчас как президент у нас сидит. Самая правильная поза. Потому что у него руки сложены. Одна на одну. Что даёт возможность любой руке выйти в жест, какой угодно. И в то же время со стороны это выглядит, как абсолютное спокойствие. Мало того, что вы за счёт этого спрячете своё волнение, вы ещё и начнёте успокаивать этим сами себя. Потому что вы будете видеть свои руки и контролировать их. И их спокойное положение начнёт вас успокаивать. То есть, это получается и тебе легче от этого, да? Прекрасно. Ну, это вот такие то, что… А если ты стоишь? Ну, бывают такие, что тебя позвали и не предлагают присесть. Да, народ не знает, куда деть руки. Да, и что делать? Как карманы засунуть? Самое естественное положение для человека – это просто спокойно опущенные руки. Опущенные руки, да? Потому что из спокойно опущенного состояния рук можно выйти на любой даже маломальский жест очень убедительно. Потому что вы чуть-чуть поднимите руки, если захотите что-то сказать, и жест становится… Слушай, а я где-то читал о том, что надо вот так вот их сложить, вот так, и стоять держать. Но иногда тяжело, потому что руки затекают, и не знаешь, куда потом их деть. Начнём с того, что все знают, что если ты не знаешь, куда деть руки, нужно встать вот так. Да-да-да, почему-то все знают. Если ты становишься вот так, все знают, что ты не знаешь, куда деть руки. А, соответственно, если ты не знаешь, куда деть руки, ты неловко чувствуешь себя сейчас здесь. Ты опять проявляешь… Ты начинаешь о них думать. Соответственно, ты показываешь, что ты весь в зажиме. В какой-то там мягкой позе не находись и как легко не разговаривай. Твои руки тебя сдают. Замок тоже страшный. Закрытие, да? Да, потому что тебе придется выдернуть из костяшек руки для того, чтобы отчего-то говорить. Мало того, находящиеся руки здесь почти всем не позволяют, но если ты неумелый спикер, то они не позволяют тебе сделать широкий жест. Он получается у тебя, ты выскакиваешь из собственной коробочки ненадолго и быстро возвращаешься обратно. Он получается суетливый и мягкий. А вот жесты, они же тоже, получается, имеют большое, подходя даже к простому, ну я помню этот указывающий перст, родина-мать, помню, что ты записался в добровольце, что-то такое. Вот как руководителю использовать простые жесты для того, чтобы повысить восприятие его сотрудниками вот этих распоряжений? Ладошки. Ладошки должны быть открыты. Они не значат, что они должны стоять вот так. То есть, в любом случае, когда вы обращаетесь к людям, они должны быть открыты. Тем самым это вызывает доверие к вам и расположение к вам. Как только вы переворачиваете руки вниз, смотришь, как меняется? Да, сразу удивительно, да? Я начинаю заниматься манипуляцией. Я начинаю, как только я вытаскиваю с рукозателем палец, я начинаю напрягать тем, что я тебе заставляю, принуждаю, указываю тебе. Почему он называется? Указательный палец. Саша, вспоминается этот жест, знаменитый, пришедший к нам из Запада, с средним вытянутым пальцем. А его тоже, наверное, какая-то логичная есть объяснение, почему этот жест возник? Нет, есть, но это долгая история, но это жест, который бессознательно пользуют ноги теперь. Я одного из спикеров, наших известных спикеров, занимаясь совершенно другими, я ему случайно подсказал исправить маленькую ошибку, потому что когда он разговаривал о народе, он разговаривал вот так. У него воля-неволе рука выстраивалась в такой смешной жест. Всё о народе думать, если бы подумали. Отлично, прекрасно. Вот по поводу рук. Единственное, что точно нельзя ладошки складывать в лодочки, потому что просящие становятся мольбой. Поэтому просто откройте руки и разговаривайте открытыми ладошками ровно. Я буквально недавно совсем, мы подготавливали одну стратегическую сессию для крупной компании. Компания действительно серьёзная, она лидер отрасли, 20 лет на рынке. Но ты знаешь, они развивались исключительно энергией воли собственника. Но менеджмент был немного на втором месте. И вот впервые мы собрали всех топ-менеджеров и решили поговорить. И генеральный директор должен был выступить. Она очень хорошо готовилась, она старалась. Но вот нам не хватило эмоций передать. Наверное, мы не включили вот этот язык тела, чтобы передать. Какие-то даже рекомендации, когда человек должен сообщить важное, необходимое, причём достаточно просто, может быть, сказать, чтобы люди 100% поверили и воодушевились этим. Энергия. Энергия за счёт внимания к собеседникам и желания достичь чего-то. Дедушка Ленин, выступая на броневике или на паровозе, на заводе, его вряд ли кто слышал. Дальше третьего ряда не было усилителей и колонок. И тем более, что вокруг станки работали на сжатом воздухе, или там паровозы на сжатом паре. Всё это свисты через клапаны, через всякие утечки. И поэтому вряд ли его кто слышал. И дедушка Ленин заводил толпу именно своей страстью и энергетикой. Ты знаешь, я был маленький, и помню, я слушал речи Ленина на пластинках записанные. Это была такая мощная энергетика. Вот ты мне сейчас сказал, сколько мне сейчас, 45 лет, я никогда об этом не вспоминал. Но ты мне сказал, я вспоминаю, что это прямо такие рубленные фразы, очень чётко, энергично, прямо вот не крика, а именно такой посыл вложенный, вся сила вложенная. Азарт. Азарт, азарт. Артист Щукин очень... Вот этот поза дедушки Ленина стоящая вот так, это придумал артист Щукин. Ленин так никогда не стоял. А как он... А просто Щукин, он пытался передать вот этот ленинский посыл, и он не понимал, как это сделать в художественном исполнении. И он придумал вот этот жест. Но он не просто придумал посыл жеста, а он хотел показать, что до последнего человека Ленина слышали. Тем самым он загнул жест вперёд, и получается вот так аж до последнего. Я посылаю далеко. Слушай, это вот очень важно. Вот получается, каждый жест он несёт себе. То есть так-так, так уже другое, да? Ну, конечно, художники Возрождения изучали жесты очень скрупулёзно. Если посмотреть их картину, там каждый жест – это определённый язык. Ты знаешь, я вот чем больше тебя слушаю, тем больше у меня возникает такой вопрос, что... Вот я вообще, ну, сейчас я тебе объясню, почему у меня грусть прям наступила, вот внутренняя моя грусть, мне знаешь, что прям... Большинство руководителей в нашей российской действительности – это люди, которые назначены на повышение. То есть это люди раньше были специалистами. Никогда... Что такое специалист? Это работающий... Руками, да? Мелко. Да, да. Мелко. Человек, который раньше был специалистом. Его за хорошие заслуги, за выслугу лет, за умение вовремя сказать доброе слово руководителю назначили руководителем. И эти люди начинают управлять, не имея никакого непонимания вообще, что такое управление. Это первая вот такая группировка огромная. Наверное, я думаю, если в 100% взять, 50% руководителей нынешних – это люди, которые были специалистами и никогда не учились быть руководителями. Возможно, у них были какие-то природные таланты или что-то, но в принципе не было. Вторая – это люди, которые закончили вузы. Вот в постсоветское время рыночные вузы, где они стали менеджерами. Но это люди, которых тоже не учили управлять. И третья – это какие-то талантливые самородки, на них 10%, которые умеют просто слышать, наверное, людей и делать какие-то базовые вещи. Ну, природная одарённость к этому. И я сейчас понимаю, что вот работая со всеми ними, да, и начинаешь базовые вещи там, а что для вас руководство, что такое, как вы считаете, а сделайте самооценку. И я понимаю, что насколько я на поверхности ковыряю, и насколько глубина руководителя личности должна быть в плане того разговора, язык, жестов, тело. Ведь этому никто, нигде, ни на одном менеджерском курсе. У нас. У нас. Получается, вот про то же профайль, если говорить, то, скажем так, истоки его пошли где-то с 1888 года. Это вот когда английский хирург Бонд занимался делом Джека Потрошителя. Ну, когда они искали типажи. А как бы, скажем, многие идут оттуда. В наше строение это появилось где-то так, с 10-го года. А вот классическая выразительность, чем занимаюсь я, это истоки берёт всё-таки из древнегреческого театра. Театр. Всё-таки театр. И у капиталистов эта тема нашла отзыв в сердцах, и это уже как наукой занимается уже давно, с 60-го года, с момента, когда были вот эти знаменитые дебаты между Кеннадем и Никсоном. Опять же, получается, смотря… Ты знаешь, я ещё в своё время проводил проект «Бизнесатор», куда приглашал очень много спикеров. И я тогда впервые понял, что и существует спикерс-бюро, когда, ну, это где-то вот там сколько, 5 лет назад, 7. И я увидел, какие фотографии спикеров в этих спикер-бюро, они все красавцы, они все улыбаются, они все излучают уверенность. И я смотрю на любую конференцию российскую, где представлен фотографии наших бедных замученных, даже если он профи, даже если он специалист, вернее, нет, даже если он специалист в своём деле и профи, и хорошо умеет говорить, и спикер, но фотографии его, ну, никуда. У нас же в стране, например, ты знаешь многих, кто просыпается с утра в хорошем настроении? Ты знаешь, ну, я. Да, но на самом деле большинство людей просыпается в плохом и демонстрирует это всем. Я помню, в юности был в Японии, ну, вот как раз, когда занимался пантомией, и уловил главный смысл их идеологии удовольствия или там радости, о том, что я выхожу с утра, и если я плохим настроением испорчу настроение дворнику, то он испортит настроение следующему выходящему с дома, тот на работе. И по цепочке. И по цепочке, и вечером, когда я всё-таки восстановил своё настроение. Ты приходишь на дворник, тебе это. И поэтому проще подняться в настроении, показать, что оно хорошее. Мало того, если ты… жизнь и так нелёгкая штука, если ты в неё входишь с утра со знаком минус, и потом весь день преодолеваешь это, то это не всегда получается. Слушай, я вот, будучи большим корпоративным руководителем в своё время, для себя сформулировал, и на мастер-классах иногда рассказываю о 10 действиях эффективных руководителей. Первое, с чего я начинаю – приветственность. То есть, я задаю людям вопрос, легко ли человеку поднять настроение приветственным? Он говорит, да, легко. Я говорю, а легко ли испортить? Да, просто мимо пройти и не поздороваться. И русские люди начинают уже переживать, что случилось, почему он ко мне так говорит? Но сегодня мы говорим о жестах. Скажи, пожалуйста, как быть приветственным правильно? Но вот давай так лучше скажем. Дай, пожалуйста, инструменты следующие. Как реально приветствовать, и как показать через приветствие, что ты чем-то недоволен, и вот заставить человека задуматься о своём поведении. Вот. Я же начал про утренний подъём не просто так, а именно потому, что мы можем сами себя обмануть, сами себе поднять настроение. И в то же время мы можем манипулировать остальными впечатлениями. Так вот, когда я хочу показать человеку, что я к нему хорошо отношусь, я опять же смотрю в глаза. Опять в глаза. Улыбаемся. Я ему улыбаюсь личностно. Не как большинство, например, капиталистов, которые несут приветствия. А просто персонально, да, такая личная улыбка. И тогда человека это трогает. Если я же хочу показать, что я им недоволен, я не смотрю на него, что тоже его... То есть просто проходишь, здравствуйте, и там... Да, я к нему небрежен. Или наоборот, я его избегаю. Или наоборот, я его исключаю. И как раз именно отношение угла отсутствия взгляда и определяет твоё в этот момент суровость или менее... Ты же даже можешь ему руку пожать и не смотреть на него. Совершенно верно. А, кстати, вот как вот рукопожатие? Это же тоже важнейший элемент нашей, ну, как бы, российской культуры. Рукопожатие – это целая наука. Потому что как ты подашь руку, под каким углом, с какой силой ты будешь жать, положишь ли ты вторую руку, повернешь... Да, как раз вот в Ростове, где мы с тобой... Да, да, да. Там женщина ко мне подходит и говорит, вот всем мне нравится, как я здороваюсь. Я говорю, а что случается? Ну, вот давайте я с вами поздороваюсь. Здороваюсь. Она говорит, ну, что плохого? Всё же нормально? Я жму, нормально, я не передавливаю вашу руку и не играю в мужчину. Я говорю, да, только при этом вы тянете руку к себе. Я испытываю волей-неволей дискомфорт. Она мало того, что тянет, она ещё и наступает. Здравствуйте. И у меня неприятные ощущения, соответственно... Как надо здороваться классически, чтобы показать человеку, что ты хорошо, как пожать руку, как правильно её протянуть осознанно? Во-первых, нужно руку выставить на то расстояние, насколько ты считаешь, что это твоя зона комфорта, чтобы это было не в тягость тебе, но, соответственно, не в тягость человеку. Ты не входишь в его зону, ты не тыкчишь ему в солнечное сплетение или в живот. Даёшь ему, руку подаёшь настолько, насколько ему даёт... Точнее так, ты руку выставляешь в свою зону и даёшь ему возможность встать в эту зону, насколько ему удобно. То есть, он может... С женщинами принято вот так здороваться? Если женщина, я могу и руку протяну тоже поздороваться? С женщиной история другая. Женщина должна первая её протянуть, потому что она определяет... А если она не протягивает, значит, не надо? Значит, не надо, конечно. Потому что она может захочет, чтобы ты ей поцеловал руку. А, кстати, принято сейчас целовать руки? Почему нет? Если женщина того хочет, и она... А любая женщина достойна того, чтобы поцеловать ей руку. Единственное, что не все женщины... Ладно, у нас сейчас передача на другую тему, мы поговорили. Не все женщины умеют подавать руку. У нас, кстати, в Москве есть замечательный тренер, который учит этикету просто потрясающе. Валюна Гиле, она много выступает. Окей. Первое, значит, я пришёл, со всеми поздоровался, кому надо – показал, кому не надо – не показал, всё. Как мне обратиться к человеку при всех, чтобы даже в простом обращении похвалить его? И как мне обратиться к человеку при всех, чтобы задумались, что вот так больше себе сделать не надо? Вот, ну, язык... Это выделять человека из массы. Это выделяется и пластически, как, собственно говоря, исключается человек из... Вот нас, например, трое здесь сидит. Если мы общаемся втроём, то я своё тело располагаю так для того, чтобы... А если мы с тобой друг напротив друга, то мы третьего нашего... Исключаем из нашего разговора, что мы сейчас с тобой делаем. На самом деле. То же самое, когда мы хотим кого-то наказать и поощрить. Если я хочу сильно поощрить, я своё тело располагаю в большей степени... К нему. К нему. Мы можем разговаривать вдвоём, но я всячески показываю, что наш разговор сейчас перейдёт к третьему. Третьему. И моё тело говорит о том, что... И я когда перехожу на нём, делаю акцент и снова возвращаюсь, но тело моё не отходит, держа его во внимании. И тем самым мы его выделяем, потому что все начинают своё внимание перераспределять на этого человека. Потому что я, как главный сейчас говорящий, держу его в основном в зоне своего внимания. В то же время, что если я хочу надавить на человека, это делается так же, только во время того, когда я говорю. До этого я его исключаю. Вот я заметил, ты замедлил чуть-чуть речь. Это тоже инструмент, да, получается сейчас? Да. Темп, обертоны, сила звука, посыла. Это всё краски невербалики. Вот есть люди, которые поют громко и правильно, но тебе не нравятся. А есть и без голоса, например, Марк Бернес, в его голосе огромное количество красок таких, что даже сейчас, слушая его, торгает на штука сильно, что если летит по небу клину всталый, ты будешь, любой человек будет плакать. А в то же время огромное количество современных исполнителей, которые поют и тебе не как. Ты знаешь, я впервые, наверное, испытал огромное удовольствие, буквально секунду из темы. Здесь мы ходили в эти выходные на новый фильм русский «Последний богатырь». И там, в общем, человек из нашего времени оказался в сказочной стране и встретился с невероятным, ужасным чудом-юдом, которого даже Кощей не мог побороть. И в какой-то момент этот человек понял, что это как бы женщина. И тогда ему говорят, ну иди как-то справляйся уже с ней. И он достает свой телефон, включает песню Стаса Михайлова и начинает танцевать. И это чудище-юдище там расплелось там в улыбке и всё остальное. Мне кажется, впервые классно вот так очень тонко всё сделали. Вот юмор, юмор, он в менеджменте. Как им надо правильно пользоваться? В тех зонах, где либо большое напряжение начинает, либо спад интереса. То есть, например, идёт совещание. Причём, ты знаешь, вот опять же, большая проблема российских компаний. Вроде совещание на 30 минут. Сидим уже 2 часа. И непонятно, что происходит. Вот как разрядить обстановку? Необученный. Вот этому не обученный. Вот это беда, на самом деле, размазывать кашу по столу. А для того, чтобы разрядить обстановку, конечно, это вопрос уже стори-теллинга. Это вопрос умения рассказывать истории, умения рассказывать анекдот. Но даже не умение. У меня есть пример, буквально недавно работал с человеком и достаточно недавно работал, но долго наблюдал. Много наблюдал. И он очень правильно заведёт. Он собирает анекдоты, которые для остальных были смешны. Он их собирает, репетирует их и использует. И это работает. Я понимаю, что у человека нет чувства юмора, он не умеет рассказывать анекдоты, но он запоминает форму, интонацию, подачу. Того человека, который это делал, это было смешно, он это делает, все смеются. Он не понимает, правда, зачем, но все смеются. Ты знаешь, я помню, слышал одного профессора, он говорит, что я когда чувствую, что лекция идёт провалена, то есть люди засыпают, тогда я просто чуть более громко говорю. И в этот момент они столкнулись на огромной скорости, и все погибли. Кто погиб? Куда? Это вот старая школа педагогии, они владели этим инструментом. У меня по ИЗО был лектор, который ставил логические ударения в предложении, не там, где по уму их нужно ставить. И мы делали ставки для того, чтобы понять, когда. Но он логическое ударение ставил не просто выделяя слов, а выкрикивая. То есть вдруг он начинал кричать одно слово, и потом тихо опять всё остальное говорил. И ты волей-неволей сюда просыпался и держал внимание, чтобы не вывалиться из контекста. Слушай, как я и говорил, что время, которое в программе, оно пролетает незаметно. Вот практически нам осталось 3 минуты с тобой для того, чтобы закончить. А мы ещё не начали. А мы ещё даже не начали, потому что, наверное, рекомендация, просто если вам это интересно, читать, смотреть, перенимать, пытаться разбираться. Но скажи, пожалуйста, я тебе задам, может быть, личный и очень прямой вопрос. Вот ты всё это знаешь и умеешь. Ты абсолютно счастлив в своей личной жизни, профессиональной. Всегда ли оно тебе помогает? Да. Потому что я могу сказать гордо, что я всю жизнь занимаюсь только тем, что мне нравится. И я никогда в своей жизни не занимался тем, что мне хоть чуть-чуть не нравилось. То есть, мне моё вот это знание помогает это осуществлять. Мало того, я ещё и сиборит. Мне нравится всё, что красиво, вкусно, удобно. Андрей, огромное тебе спасибо. Может быть, ещё буквально в оставшиеся пару минут вот на что людям обратить внимание, даже в простых вещах, потому что работа работой, но семья и отношения с близкими нам людьми, они, наверное, раз ранят больше всего. И ранения из дома, они на работе всё равно отражаются. Как дома научиться быть таким добрым, хорошим, правильным? И несмотря на то, что тебя там мир окружает, жена недовольна, дети плохо себя ведут, как принести мир в дом вот в оставшиеся две минуты? Это очень тяжело, но я всем говорю это и сам заставляю себя делать, быть внимательным. Потому что мы все хотим быть услышанными, мы все хотим, чтобы к нам проявляли внимание, мы все хотим, чтобы нас замечали. И вот если мы это будем делать по отношению к другим, благодарность не заставить себя ждать от этих людей. Спасибо тебе огромное. Уважаемые радиослушатели, уважаемые те, кто смотрят нашу передачу, попытайтесь посмотреть нас сегодня на пауте. Что это значит? Программа всего 40 минут. И Андрей, когда рассказывал об инструментах, он вел себя именно так, как вы, как бы как рекомендовал. Это самый простой самоучитель, который мы можем сегодня вам подарить в предшествии окончания этого нелёгкого года и вообще ситуации, которая у нас в нашей стране длится. Поэтому огромное тебе спасибо, было невероятно приятно. Думайте о том, как вы говорите, думайте о том, куда вы смотрите, думайте о том, как вы держите руки и показываете своими жестами. Старайтесь быть откровенными. И мне кажется, вот то, что я для тебя сейчас, знаешь, услышал. Если ты внутри честен, порядочен, и если тебе вот по-настоящему хочется быть хорошим руководителем, вот немного техники и всё получится. Если ты, конечно, плохой человек, то техника тоже тебе может помочь, но здесь уже выбор за всеми теми, кто живёт рядом с нами. Спасибо тебе огромное. Было очень приятно. Это был Андрей Нинчук, режиссёр театра, телевидения и человек, бизнес, как я назвал какой-то? Практикующий эксперт в области невербальных коммуникаций. Да. Да. Спасибо, друзья, и до новых встреч. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова